МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работаем! Александра Маврина, 28 лет. Бильд-редактор в глянцевом журнале. Замужем, детей нет. Подозревает супруга неверности. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, меня зовут. Александра. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что вас к нам привело, какие у вас подозрения? Возможно, мой муж мне изменяет. Есть какие-то улики? Есть только доводы моей мамы. Мама знает от нашей соседки по лестничной клетке. Якобы к нему кто-то приходит. То есть соседка это маме рассказывала? Да, соседка рассказывала маме. А вы же его дядь с мамой? Нет, я живу с мужем. Раньше жила мама с нами. Но сейчас она переехала, оставила нам квартиру свою. Но она периодически к нам приходит. А вашей маме в курсе, что вы решили обратиться в нашу предатель? Нет, я маме не стала говорить с лишней информации. А чем занимается муж? Потому что ничем не занимается. Он уже как два года говорит о том, что он социопат и боится больших компаний. Поэтому он сидит дома, играет в компьютерные игры. Но каждый день выходит единственная пробежка в 9 утра. И все, больше ничего не делает. Хорошо, тогда установим камеру в вашей квартире в подъезде. Если соседка становится свидетелем. И понаблюдаем. Будет информация, мы вам передадим. Будьте готовы. В любом случае. Да, хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Все симпатичная девушка уходит. Понятно, что она немножко обижена на него за то, что он сидит дома и ничего не делает. Но есть ли там что-то помимо обиды? В чем стоит разобраться? Вот вопрос. Ну, уже что-то неправильное в этой семье. Это правда. Будем копать. Группа, не расходимся. Будет собрание. На следующий день наша команда начинает работу по новому расследованию. Зная, что подозреваемый каждое утро выходит в 9 часов на пробежку, оперативники заранее заняли наблюдательную позицию во дворе дома, где живут маврины. Вот парень вышел. Это наш подозреваемый. Принято зафиксировали. Валентин Маврин, 31 год. Временно не работает. Женат, детей нет. Наружка, внимание, подключаемся к объекту. Да, работаем. Вот Дима поехал в самокате. За Валентином отправился на самокате один из сыщиков. Его подстраховывает экипаж летучей группы. Следить за бегуном – непростая задача. Однако наша команда не боится трудностей. Аккуратно, не приближайтесь к нему. Да, работаем по схеме 3-0. Маршрут подозреваемого пролегает вдоль набережной. Свежий воздух, немного людей – отличное место для занятий спортом. Возможно, наш спортсмен устал и решил немного передохнуть на берегу в тишине. Интересно, он так оглядывается, потому что кого-то здесь ждет? Или наоборот, рассчитывает посидеть в полном одиночестве? Тем временем оперативники работают над установкой системы видеонаблюдения не только в квартире Мавриных, но и на лестничной клетке. Все, все, Варка, ну, ходи. Дима, прием. Да, Кость. Мы закончили, посмотри, пожалуйста, все ли тебя устраивает. Да, все отлично, спасибо, уходите. Дима, все устроило. Что там происходит на набережной, наружка? Покажите. Валентин провел на берегу около получаса. Не считая голубей, он был совсем один. Либо так и было запланировано, либо по неизвестным причинам кто-то не смог к нему присоединиться. Дим, Валентин уходит с набережной. Что делаем? Идем за ним. Что за банальные вопросы? Давайте просто работаем по стандартной схеме, как будто первый раз. А вот он побежал. Похоже, сейчас подозреваемый возвращается домой. Интересно будет узнать, правда ли, что утренняя пробежка – это единственный случай, когда он выходит из дома. Или же Александра чего-то не знает о своем муже. Ребята, камеры с лестничной клетки дайте мне. Получайте. Заходя в свою квартиру, Валентин оглядел лестничную клетку, как будто почувствовал, что за ним наблюдают. А возможно, он знает, что одна из соседок за ним шпионит и докладывает все его тещи. По-моему, неадекватное поведение. Похоже, что точно знает и сам, в свою очередь, отслеживает действия соседки. Или же его своеобразное психологическое расстройство, из-за которого он вот уже два года избегает общества людей, превращается в паранойю. Валентин пошел в душ, а мы зафиксировали движение на лестничной клетке. У нас тут шпионит на лестничной клетке. Да, вижу конкуренцию. Ну ладно, на первый раз простим. Шпионку спугнули. В каждом доме есть подобная женщина, которая за всеми наблюдает, которой до всего есть дело. Вопрос только в том, она действительно знает про Валентина что-то сомнительное или просто сочиняет сплетни. Вторая группа мы заступили. Первая группа может быть свободна. Спасибо. Мы продолжили наблюдение за подозреваемым. В течение всего дня он действительно больше не выходил из квартиры, ничем не занимался, кроме компьютерных игр, и ни с кем не общался. Вообще ничего не происходит. Да, вся аппаратура работает, все сигналы проходят у нас. Наступил второй день наблюдения. Сейчас Валентин возвращается домой со своей традиционной утренней пробежки. Время, начало, продолжительность, маршрут были точно такими же, как и накануне. Он заходит в квартиру. В какой-то момент у нас возникло ощущение дежавю. Валентин в точности повторял все свои вчерашние действия. Он не отклонился от программы ни на одно движение. Интересно, это какая-то врожденная педантичность или, опять же, некое свидетельство особенностей его психики? Наша команда работает по делу Валентина Маврина. До его супруги дошли слухи, что пока она на работе, к мужу наведывается какая-то женщина. Сейчас подозреваемый, как обычно, проводит свой день за компьютерными играми. В дворе появилась заявительница с какой-то женщиной. Мам, может, поднимемся вместе? Ой, мама ее. Мама, я здесь постою. Подышу, подышу. Для нас стало неожиданностью в такое время увидеть здесь нашу заявительницу. Мы знаем, что обычно женщина возвращается значительно позже. Очевидно, у Александры с мамой есть какое-то дело. Поведение Валентина показалось нам очень странным. Он подслушивал и подглядывал, пока жена болтала с еще одной соседкой. А когда Александра зашла в квартиру, притворился спящим. О, а ты чего, спишь, что ли? Я что-то, блин, играл как-то вырубил. А ты что здесь делаешь? Да, у меня на работу отпустили пораньше. Там проблемы, отцепила весь этаж. Ну, ладно, я пришла в магазин, меня там мама ждет в мизон. Это у него немотивированное вранье. А она к тебе заходила? Капечки дома оставила. Зачем Валентину понадобилось делать вид, что он спит? Какой в этом смысл? Он мог спокойно продолжать играть, пока у нас нет никаких объяснений этому поступку. Ладно, я ушла. До встречи, пока. Александра убежала. А Валентин следит за ней в дверной глазок. Может быть, ему надо убедиться, что жена точно ушла и не вернется еще за чем-нибудь. У него точно неадекватное поведение. Девушка вышла, встретилась с мамой. Все взяла? Да. Ничего не забыла? Не-не, все, все взяла. Уничка. Да, что Валентин делает? Да, я спал. Один? Вот это шутка. Мама. Ну, да, конечно, иди. Мама. Ну, хватит уже. Ну что, ведем их? Нет. Не похоже, что мама Александры шутит. Но наша заявительница обсуждать с ней мужа не захотела. Женщины ушли. Валентин вернулся к своим играм. Подъездом тоже наблюдаем. Бондинка подходит к его двери. Молоденькая соседка сказала Александре, что идет в институт. Или это было вранье, или она внезапно передумала. Она живет в той же квартире, что и женщина-шпионка, которую мы видели ранее. Похоже, что слежка за Валентином – это у них семейное развлечение. Судентка зашла к себе в квартиру. Продолжаем наблюдение. Наступил третий день наблюдения. Режим Валентина все так же остается неизменным. Утренняя пробежка, потом душ, потом компьютерные игры. Такой стабильности можно позавидовать. У нас здесь все продолжается. Девица стучит ему. Девушка некоторое время стояла у двери Мавриных и прислушивалась. Потом почему-то не стала пользоваться дверным звонком, а решила постучать. Что за атмосфера всеобщей секретности? Валентин открыл соседке дверь, оставил ее в коридоре, а сам убежал обратно к своему компьютеру. Но хотя бы ответил на приветствие. Девица вчера чуть-чуть твоя жена не спали. У них какие-то тайны. Я выхожу, и она ставит руку. Она сегодня-то не заявится? Думаю, что нет. Может, позвонишь ей? Тактильный контакт. Тебе надо, звони, если хочешь. Варя, ты меня любишь? Я никого не люблю вообще. Как-то странно, он себя ведет. Он что, аутист? Точно. Вот так социофобия. Отлично видно, как Валентина пугают, и как ему неприятны объятия и поцелуи соседки. Возможно, беднягу просто парализовала от ужаса. Но нет. Мужчина чувствует себя отлично. Внимание, соседка подходит к двери. Нам неизвестно, кем именно приходится этой женщине любовница нашего героя. Но, очевидно, какой-то близкой родственницей. Знает ли шпионка, кто именно сейчас находится за дверью с Валентином? Соседка позвонила матери нашей заявительницы. Похоже, что скоро сюда прибудет тяжелая артиллерия. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Дмитрий ждет Дениса на месте событий. Денис подъезжает. Увидели? Да, готовы. Как только выйдет из машины, звук давайте. Принято. Есть новости. Возможно, еще приедет мама Александра. Звонила соседка, судя по тому, что она сказала, что зятек ваш. Значит, она звонила Ольге. Сказала, что происходит там. То есть соседка услышала, что ли, что в квартире происходит? Ну, она систематически подслушивает. И вот сегодня услышала, что женские голоса из квартиры доносятся. Вы видели маму, Денис? Принял, спасибо. Где идет? Ольга, здравствуйте. Не пугайтесь, пожалуйста. Да-да, сейчас мы объясним, а кто мы такие? Это программа «Опасные связи». Мы занимаемся расследованиями случаев измен. К нам обратилась ваша дочь. Мы наблюдали за Валентином. И, в общем-то, мы ждем здесь Александру, чтобы ей объяснить кое-что. Но, видимо, и вы в курсе ситуации. Да, понятно, для чего вы туда хотите сейчас пойти. Давайте дождемся дочку. Хорошо. Наверное, через минуту будет, да? Давайте ей дадим возможность принять решение. Хорошо. Спасибо, встречаем. Да-да, ведем. Вот, взяли в кадр, его есть. Да, все работаем, всех контролируем. Сейчас тут что-то будет несусветное, по-моему. Мама, мне позвонила Таня, сказала, что Валя там не один. Я с работой ушла, вот так позвонила мне соседка. Валентина гостья. Сейчас она находится в вашей квартире. И мы вынуждены вам сообщить, что ваш муж вам изменяет с этой девушкой. Ну, и девушка, я думаю, вам тоже знакома. Посмотрите. Вера! Это происходит не в первый раз. Так что, в общем, ваши предчувствия оказались верными. Что мы делаем? Они там сейчас? Да. Так пошлите. Операция будет. Еще один человек будет в кадре. Работаем внимательно. Так, работаем в подъезде. Ребята, аккуратно, внимательно. Много свидетелей, народу. Принято, Димда. Готовы. Входим в подъезд. В ходе расследования было установлено, что Валентин Маврин изменяет своей жене Александре. Пока заявительница работает, чтобы обеспечить себя и мужа бездельника, последний развлекается с соседкой Верой. Эта новость стала шоком и для Александры, и для ее мамы. Они сейчас направляются в квартиру, чтобы застать любовников на месте преступления. Мы на этаже. Вышли из лифта под ходом к квартире. А куда она? К соседке. А, к соседке? Внимание, она соседку еще выдергивает. Да, понятно. Смотрите, это программа «Опасная связь». К нам обратилась Александра. Мы наблюдали за Валентином и поняли, что он ей изменяет. С Верой своей. Как Вера? Да, вот с Верой. У нас еще один участник событий, так что, будьте готовы. Пойдем. Ребята, если что, они там и старый заход пошли. Саша, если хотите, мы не будем сейчас вот это все устраивать. Не поговорите после. Саша, открывай. Они настроены решительно заходят в квартиру. Мама ее прям подталкивает. Все, мы с ним в два. Еще раз не услышим. Дед, я держу. Я устраиваю, статино. Иди, давай, давай. Мама! Мама! Мы в подъезде. Все, девушка нейтрализовала мамаша. Молодец, дождалась. Ты мне сейчас в глаза еще смеешь смотреть. Давай поговорим. Это что ты устраиваешь, статино? Это ты? Успокойся. Я успокойся. Зачем ты этот цирк устраиваешься? Это Сиакон был, если бы она слишком прокалывалась с мужем? А ты зачем тут? Почему вы все сюда приходите? А я в руку ее. Какого это частная собственность? Сидите отсюда. Слушай, если это частная собственность, то какого? Баба, здесь. Давай мы с тобой один нами. Вон отсюда пошел. Вон отсюда пошел. Бегом. Позел. Давайте поможем. Какой болот туда пошел. Скотина ничтожная. Мразь. Она с такой мамашем не пропадет точно. И с соседкой. А где он сам-то? Одевается. Мы сейчас с ума посходили. Здоровый ты человек наш. Расскажи нам, как жить-то по чести. А я вас, ребята, засужу за то, что вы в частной сорт не спрываетесь. Первая группа с Денисом остались. Мы выходим с Димой на лестницу. Нет, он уезжает. Ничего интересного. Возвращаетесь. Главное, что вы не одна. Что сами мама. Ну, он ушел. Все. Ушел. Он не нужен. Все. Пускай катится со своими бабами. Вон. На порог больше не хочу его видеть. Это не тот мужчина, за которого надо плакать. Спасибо, ребят. Все. Да, спасибо. Звоните, если что-то нужно. Хорошо. Выходим мы из квартиры. Что там на улице у вас? Чего ушел? Хорошо, что она сейчас с мамой. Вот что важно. Ну да. Это лучше поддержка. Стоп. Александра подала на развод и выгнала мужа из квартиры своей матери. Валентину пришлось забыть про свою боязнь людей и искать себе работу и жилье. Соседка Татьяна отправила Веру к родственникам в другой город. Татьяна该 закончил ее. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok